Всем привет! Мы сегодня... В Жениных очках. Покажите, что за очки. Кстати, я их не показывала ни разу. Это Ютуб. Где? Здесь? Да, да. Всё, всё, пока. Сара, Сара. Помашь, Лиза. Я постоянно Жениные очки ношу. Забираю у неё вещи. Футболки всякие. Платья. Свитера. Нет, платья не ношу. Мы приехали в кинотеатр. Нас пригласили на пресс-показ. Миньонов. То есть сегодня будет закрытый показ только для пресс. Вова теперь тоже пресс. Мы приехали с Вовой на бизнес-ланч футболэнд. Нам нравится здесь обедать, потому что здесь постоянно разнообразные бизнес-ланчи и недорогие, в принципе. Вкусно, качественно готовят. Реклама. Сюда иногда приходим, когда Женя не хочет готовить или у неё нет времени. Разнообразие. Разнообразие. Комплексный обед на двоих стоит, на одного стоит 5 долларов. Туда входит первое, второе, салат и компот и компот. Здесь ещё очень красиво. Тут природа классная. Тут раньше был, кстати, детский садик. Детский садик. Я сюда ходил в этот детский садик. Я хотела это сказать. Там роща, речка течёт. Это недалеко от того места, где мы строим дом. Вот, поэтому мы сюда любим приходить. А, там ещё бассейн же есть. Ну да, тот самый бар на воде. Тот самый бар. Мы там ни разу не были, кстати. Потому что там не хочется. И мы сюда заказываем два разных комплекса. И даже не смотрим, что там есть сегодня. И то, что нам приносят, мы всё всегда съедаем. Да, у нас всегда сюрприз. Они всегда так удивляются, если часто официанты меняются. И они так всегда удивляются. Говорят два разных. Как это? Некоторые не понимают. Потому что многие есть, кто... Я это не люблю, я это не ем. А мы практически всё и любим, и идем. Ну да, у нас нет такого блюда, которое мы не едим. Я не люблю, не ем, и мы всё едим. Если хочешь кушать, пришёл, покушал. Если не хочешь кушать, иди там. Другими своими делами заниматься. Вот нам принесли покушать. Второй пока не принесли. Вове борщ. Мне не знаю, что это. Грибной суп. Грибной, какой-то белый. Но он не сливочный. Вот салаты вот такие. Очень полезная здесь кухня. Комфот. Комфот. И второй сейчас принесли. Всегда серенький хлебушек даёт. И вот второй нам принесли здесь рыбу с рисом. А это котлета. Курица, наверное. Куриная котлета. А кто ещё не денег? По-киевски, наверное. Киевская котлета, сазан, жареная. Смотрите, кто сзади меня. Футболисты. А ты знаешь, как будет сейчас новостник, как зовут? Вот это Рональдо. А остальные? А этот тоже мне нравится. А, всё, пошёл. Я не знаю, как его зовут. А, это тоже Рональдо. Тоже Рональдо? Родж, да. Толстый Рональдо. Я не болею футболом и не понимаю болельщиков. Кстати, не только футболом. Вова вообще не смотрит спорт никакой. Вообще, любые там соревнования, там, я не знаю, бокс, футбол, хоккей. Он ничего не смотрит. Представляете, это такой кайф. Какой смысл сидеть за телевизором, да, и смотреть, наблюдать за тем, кто как-то играет там или не играет. Ну, ты расслабляешься, болеешь за кого-то. Да, все же бесятся там, забили, не забили гол. Приехали к нам в старый дом за фруктами, которые созрели уже на деревьях. Сейчас покажу вам. Груши пока не созрели еще, но, в принципе, такие немаленькие вот. Сарочка, пока нельзя рвать. Нельзя, 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 они еще не созрели. Вон уже яблоко Сара сорвала. Покажи, какое яблоко. Вкусное? Пошли покажем вот эти яблочки. Вон тоже уже можно сорвать, потому что желтое. Желтое. Ой, видите, она же не пала. Ну, ты где? Вот оно. Классное такое яблоко. Держи, только не ешь. Абрикосы крупные такие, созрели тоже. Посмотрите, он вот этот еще зеленый. Но некоторые уже можно покушать. Смотри, еще такой фрукт везла. Какой фрукт? А он еще не созрел. Зеленый. Это слива, да, она еще зеленая. А вот наш старый дом, в котором мы жили. Муж выложил на балконе плетня красный. И когда идет дождь, это все течет по белым стенам. В общем, ужас полный. Муж построил этот дом пять лет назад. Некоторые из вас говорят, что он меня не достоин. Что я достойна большего, чем дом из контейнеров. А те люди, которые думают, что нам негде жить, и мы строим дом из контейнеров, потому что нам негде жить, вы ошибаетесь. На самом деле, нам есть где жить. Просто, ой, как его споднять теперь? Просто муж хочет построить дом из контейнеров. Передвинули мы контейнера. Теперь это уже более-менее похоже на дом. Вот видите вот эти дырочки? Мы заказали из Китая такие огромные болты. Эти болты нужны будут для того, чтобы скрепить два контейнера между собой. Вообще, очень прочный дом получится из контейнеров. Ни одно из лимитрясения, ни сильный ветер ничего не разрушит. Сейчас я поднимусь, покажу, как уже получилось. Очень, кстати, стало похоже на комнату. В общем, у нас здесь будет где-то 60 квадратов. Третий контейнер мы довезем, туда поставим 60 квадратов. В принципе, ну, дорогие, нормально. Вот. Это у нас спальня будущая. Спальня где-то 30 квадратов. В общем, ну вы поняли, да? Мы выпилили два контейнера, отрезали у них стенки и соединили между собой. Я не знаю, как муж будет вот эти щели заделывать. Я думаю, что он придумает. Так получилась отличная комната. Здесь будет гардероб. Мы специально оставили стену. Здесь будет гардероб. Швы не разошлись, когда мы их поднимали. Муж проживал, что швы разойдутся, то, что он варил. Но ничего не разошлось. Он очень хорошо все сварил. Все делал сам. Лаки, Лаки, Цезарь, привет! Привет! Лаки всегда писается от счастья, когда мы приезжаем. В буквальном смысле. А Цезарь потом подходит и сверху писает. Метит территорию. Купили в Вове классные. Пошли купили. Лины. Брюки такие синие. У него таких никогда не было. Женя мне купил. У меня были и черные, и серые были. Держи. Потому что он уже стал со мной в кадре появляться. Я теперь не допущу, чтобы он был такой. Да, я пичу, могу пичевать. И такие классные кеды. Прикольненькие, да? 44 размер у него. Держи. Китай нас кормит, поет, одевает. Кстати, в торговых центрах вещи стали очень дешево продавать. Намного дешевле, чем на всяких рынках. У нас есть в Алмате барахолка. Алматинская барахолка знаменитая, которая горела несколько раз. Раньше там одевалась вся Алмата, вообще весь Казахстан. Сейчас это невыгодно делать, потому что проще пойти в торговый центр с чеком купить качественную вещь, которую можно вернуть потом. И дешевле намного. Чистенько. Да, и намного дешевле, чистенько. И все с кондиционером цивилизованно. А многие люди этого не понимают. Все равно крут туда, на этот базар. Базар, да, непонятно. Зачем вообще? Оцены там дороже. Я вот в этом убедилась. Мы недавно там были. Просто сравнили и поржали. Сделали вывод. Мы с Вова пришли опять в этот магазин поменять его брюки, которые мы покупали. Они на него маленькие. Оказались. Они ему обтягивали попу, а ему это не нравится. Ему кажется, что он как Педро сразу. В общем, можно поносить пару раз брючки, да? И потом прийти их поменять. Да. И что ты там выменял? Да, в Кваспусе. Я отдал вот эти брюки, которые у них, да, не оказалось больше размера. Я все взял вот такую майку взамен. Майку? Майку вот такую взял. Взамен, да? Ничего не доплачивали. Я ничего не доплачивали. Вот такое платье ребенку своему любимому. Классное. Еще что? Вот. Ну классно, классно. Дальше что? Еще джинсы. А, и джинсы. Да, и джинсы. Это задние брюки, ты три вещи выменил, да? Да, вот. Ну все, молодец. Да, я такой. Ну все, молодец.